Здравствуйте, дорогие зрители. На интересное размышление меня подтолкнуло одно событие. Вы слышите по голосу, да, я немножко простудился. Так случилось. Здесь не всегда мы осознаем, что происходит. Я оказался в помещении, где просто кондиционер очень мощно работал, и это на меня повлияло. Но осип голоса, хрип, немножко ослаб организм, кашель, все. Но я принял меры, и я восстанавливаюсь. Но когда мне говорят, что я болею, я с этим не могу согласиться. Я не считаю, что я болею. Потому что болеть, это все-таки проявление негативного мышления, это что-то такое постоянное. А здесь, ну, временное, да, мне лучше и лучше с каждым днем. Вот позавчера это со мной случилось вечером, вот. И сейчас мне лучше и лучше возвращается вот прежнее состояние. То есть я здоров, но временно я, мой организм, как бы справляется с вызовом. Вот и все. Вот и все. Я не считаю, что я что-то там, что-то я потерял, время потерял, деньги потерял, еще там что-то потерял. Что мне плохо. Нет, мне не плохо. Я ничего не потерял. Просто такая ситуация сложилась, что немножко как бы другое измерение, да. Немного непривычная ситуация вот этого состояния, когда организм, ну, ослаб немножко. Ну, вот так. Так я это воспринимаю. Не как болезнь. Потому что болезнь это все-таки это негативное мышление и болезни связаны с нашим, с нашим мышлением. Болезни то, от чего мы страдаем. Я-то не страдаю. Я не страдаю, я не мучаюсь. Вот, что я хотел бы сказать насчет этого состояния своего. Так что я не болею, нет. Не нужно. Не нужно. Просто нам, опять же, болезни, болезни не существует тоже. Болезни это выдумка. И нам внушают, что мы болеем. Мне очень раньше нравилось ходить по врачам. Врачи мне нравились. Сейчас я очень не хочу к врачам идти. Очень. И я не люблю врачи. Вот. Ну, в том смысле, что как к людям я, естественно, отношусь к ним хорошо. Ко всем людям, да. Так же, как к себе. Я люблю себя, я люблю весь мир. Что я имею в виду? Я не люблю ходить по врачам. То есть у меня нет такой тяги потребности. Сейчас. Я не хочу болеть. Я и не болею. Вот. Что я об этом думаю? Я сижу у себя на террасе. Мой номер прекрасный. Терраса отличная. Пью цейлонский чай. Отличный цейлонский чай с бисквитом. Все нормально. Но что может быть круче? Сегодня солнышко. Солнце светит. Может быть я еще пойду искупаюсь в океане. Индийском. Позагораю. Посмотрим. Посмотрим. Все хорошо. Все прекрасно. Все чудесно. Болезней не существует. Люди хотят болеть. Те, кто хочет болеть, они болеют. Есть вторичные выгоды у этого состояния. Я их вижу тоже. Но мне это не надо. Мне не нужны болезни. Потому что я отдыхаю, когда хочу. Я беру отпуск, когда хочу. Мне не нужно внимания. Потому что оно и есть у меня. Это внимание. Мне не нужно себе позволять. Допустим, отпуск. Да. Отдых. Что. И вот. И искать. Оправдание. Отдыху. Отпуску. Как правило. Оправдание какое находится. Какая-то веская причина. Серьезная. Да. Какая. Болезнь. Мне этого не нужно. Я могу отдыхать в любой момент. Вот. Как сейчас. Например. Вот я на Шри-Ланке уже почти месяц нахожусь. Ну что. Кайф. Все. Отлично. Открываю для себя. Еду открываю. Людей. Места новые. Постоянное открытие. Постоянно что-то интересное происходит. Так что. Я в восторге. В восторге. Поэтому я не могу сказать, что я болею. Вот в чем дело. При всем. При всем желании. Да. Нет у меня такой потребности болеть. У меня есть потребность наоборот быть активным. Деятельным. У меня люди. Люди записаны. Каждый день консультации проходят. Я нужен. Ну я. И самое главное, что я себе нужен. Я не могу сказать, что я отдыхаю, сплю, ем. Пишу стихи. Читаю книги. Размышляю. Набираюсь впечатлений разных. Снимаю ролики. Все круто. Все очень здорово. Наслаждаюсь видами, природой. Общаюсь с людьми. Все в радость. Жизнь в радость. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Замечательна. Даже и... И дальше еще больше. Тут меня уже в разные страны приглашают. Ждут гостя. Так что ждите. Скоро будут очень много разных репортажей, сюжетов из разных стран мира. Впереди очень большие перспективы, дела. Очень интересная жизнь. А сейчас для меня самое главное это... Ну тепло. Тепло для меня главное. Солнце. Тепло. Тепло. Природное и человеческое. Вот что самое важное. Ну нет, я с этим встречаюсь, с этим теплом. Все очень восхитительно. Все очень здорово, прекрасно, круто. И... Дальше больше. Дальше еще лучше. Еще прекраснее. Еще круче все. Жизнь удивительная. Удивительная штука. Жизнь чудесная. Жизнь. Но самое главное быть осознанными. Самое главное понимать. Самое главное это понимание. Вообще понимание во всем. Вот когда понимаешь, что очень легко живется. Очень легко. Понимаешь, почему люди так говорят, так себя ведут. Так живут. И... Уже видишь все таким, какое оно есть. И... Самое интересное. Самое главное. Видеть все таким, какое оно есть. Называть вещи своими именами. И радоваться, радоваться, радоваться жизни. Жизнь одна. Все эти теории о инкарнации. Это там психоз, да. Переселение душ. Перерождение. Это все придумано... Прокрастинаторами. Потому что человеку свойственно откладывать жизнь на потом. Вообще все на потом откладывать. Мы придумали, что потом, когда-нибудь, в новом воплощении. Вот человек реализуется. Ничего подобного. Вот одно воплощение есть. И надо здесь взять от жизни все. Прожить жизнь. А это значит постоянно выходить из зоны комфорта. И... И постоянно учиться. Постоянно меняться. Постоянно адаптироваться. Открывать для себя. Это же постоянный стресс тоже, да. Значит, надо стать стрессоустойчивым. Как много надо всего, правда. Ну, все получится. Главное, жить. Жить активно. Активность. Вообще, все про активность. Активная жизненная позиция. И все тогда получится. Все будет замечательно. Удивительная штука жизни. Удивительная. Вот здесь пальмы. Кокосовые пальмы. Солнце. Солнце. Океан. Буддистский храм рядом. Целонский чай. Так что, друзья мои, болезней нет. Есть просто временное состояние. Временное состояние. Ослабленности организма. Ну, это все восстановимое. Благодарю всех за внимание. Всем крепкого здоровья, хорошего дня, отличного настроения, позитива. Море счастья, радости, любви к себе. И активности. Ну, и отдых это тоже форма активности, между прочим. Да, потому что вы... Это просто смена деятельности. Отдых это тоже активность. Потому что отдыхать надо уметь и хотеть. Посыпаться. Дать... Дать себе возможность ничего не делать. Вот говорят, что ничего не делание – это самое трудное. Да, для многих. Для трудоголиков. Нам нужно... Нам нужно научиться ничего не делать. И это тоже сложно. Но когда мы этому научились, то мы даем себе возможность расслабляться, медитировать. Это... А все это... Благодаря всему этому накапливаются силы, возвращается к нам энергия. Мы можем переоценить что-то. Пересмотреть жизнь. Посмотреть на нее с другой стороны. На себя. На свой образ жизни. И так далее. Тоже интересно. И тоже... Формируется мировоззрение таким образом у нас. Правильно? Конечно. Так что отдыхайте больше. И до встречи. Да. Продолжение следует...